Орхидеи и компания. Так называется цветочная выставка, которая традиционно открылась в середине февраля в оранжерее ботанического сада. Сперва все внимание было приковано к орхидеям, а ближе к марту началось цветение компании, в ее числе подснежники. Они отличаются по форме, запаху и растут в разных странах мира. Это тот самый подснежник, который расцветает в сказке 12 месяцев. Это то, зачем злая мачеха посылала по очередству в лес. Тюльпаны – самые яркие представители раноцветущих. Они некий символ весны и международного женского дня. У нас на выставке представлено более 50 сортов тюльпанов. И все мы постарались вырастить так, чтобы они зацветали по очереди друг за другом. И сменялась экспозиция, чтобы лилицветные, бахромчатые, махровые тюльпаны расцветали по очереди, чтобы можно было продлить это красочное цветение. На выставке есть растения экзотические, которые, кроме как в оранжерее, не увидеть. Например, стрелица Николая. Ее высота 4 метра. В природе может достигать 10. Райские птицы – это из-за того, что цветы у них похожи на птиц с хохолками. Поэтому, когда лепестки выходят из бутона, они напоминают хохолки птиц. А сам бутон напоминает клюх птицы. Рядом стоит экспозиция с хищными растениями. Со слов Алексея, многие посетители думают, что если эти растения потрогать, они их укусят. Но это лишь стереотип. Хищными их называют, потому что у них есть ловушки. Поскольку эти растения живут на обедненных участках, на болотах, например, либо там, где стекают ручьи, то есть в почве, где они растут, не хватает азота. Поэтому им необходимо брать откуда-то азот. И листья превратились со временем в ловчие аппараты. У кого-то это настоящие капканы, как у виниреной мухоловки. У кого-то это кувшины, как у сарацении. У кого-то это выделение какой-то жидкости, к которой прилипают насекомые. Так они выживают в природе. А здесь их насекомыми не кормят. Азота в почве хватает. Есть на выставке удивительное растение – аморфофалус коньяк. На первый взгляд неприметное, пока бутон не расцвел. Это такое растение, которое начинает зацветать без листьев, без ничего, из огромного клубня. И когда цветок достигает пика своего цветения, он раскрывает свое покрывало. К сожалению, сейчас мы это наблюдаем еще в бутоне. И начинает испускать запах гниющего мяса. То есть и цвет цветка напоминает разлагающуюся плоть какую-то. Это служит для того, чтобы привлечь насекомых разных для опыления этого растения. Цветет это экзотическое растение один раз в год. Распустить свой бутон оно должно как раз к женскому празднику. По словам работников оранжереи, на выставку многие приходят несколько раз. В начале и в конце фестиваля, чтобы увидеть цветения разных видов. А для некоторых это уже добрая весенняя традиция, которая поднимает настроение. На улице сейчас шляпать, грязь, сырость. И тут очень сильно так красиво, еще когда солнышко так падает. И вот это уже не так красиво. Дорогие наши женщины Мамы, бабушки, сестры Мы поздравляем от мужского коллектива Ботанического сада Вас с праздником весны, 8 марта Желаем вам самое главное Это здоровье, ну и конечно же Тепла от родных и близких Орхидеи, тюльпаны, азалии Этот цветочный фестиваль не оставит равнодушным никого Чарующий запах растений Подарит ощущение весны И создаст праздничное настроение Правда, Игорь? Алина Черненко, Игорь Болтов Новости на Восьмом